Поговорим сегодня о том, можно ли научиться петь с нуля за два месяца, ну или за пять лет, я в данном случае не привязываюсь ко времени. И рассмотрим некую воображаемую ситуацию. Приходит в вокальную студию девушка с голосом от природы, как у Анжелики Варум. Отмечаем ее данные на некой вокальной карте, природных данных. Предположим, что такая существует, где по одной оси отложена сила голоса, под другой тембр, диапазон, ну и какие-то еще параметры, которые описывают уникальность ее вокального голоса. Отмечаем на этой карте точку А. И эта девушка говорит, мне нравится Анжелика Варум, с детства слушаю ее песни, мечтаю петь, как она, ее материал. А у нее уже голос, как у Анжелики Варум от природы. Отмечаем цель, с которой она пришла заниматься на этой карте. И очевидно, что она будет где-то недалеко от точки А, с которой она к нам пришла. Ставим. Ну и чтобы совсем без денег ее не отпускать, можно позаниматься с ней вокальным дыханием, рассказать про опору. И на втором занятии снять ее на айфон и выложить в интернет с текстом «Вот результат на втором занятии. Хотите научиться петь? Приходите к нам». Два месяца, которые нам обещают обычно в рекламе, в данном случае оказывается очень много. Нам достаточно одного-двух занятий. Рассмотрим другую ситуацию. Приходит эта же самая девушка, с голосом, как у Анжелики Варум, и говорит, «Мечтаю петь, как Уитни Хьюстон. С детства люблю ее песни. Фильм «Тело-хранитель» в свое время произвел на меня огромное впечатление. Мечтаю научиться петь так же». Мы сейчас не говорим о том, насколько это возможно или невозможно. Это тема другого видео. Предположим, что этому нет никаких препятствий. Точка А, в которой она к нам пришла, находится здесь. Отмечаем на этой виртуальной карте точку Б. И начинается работа. Очевидно, что двумя месяцами здесь не обойтись. Я думаю, что и пять лет, может быть, недостаточно. Одна ситуация. Вторая ситуация, уже реальная, а не воображаемая. Приходит на занятия вокалом оперная певица с 15-летним стажем работы в провинциальном оперном театре, консерваторское образование. И она там поет главные партии в оперных спектаклях. А ночью, поскольку в театре платят мало, муж у нее бас-гитарист, они вдвоем работают в ресторане. И там как раз нужно петь Анжелику Варум. И она приходит с этим самым запросом. Ставим точку А где-то, с которым она пришла, с ее данными. Неважно, как они были приобретены, природные или в данном случае уже приобретенные в результате занятий и вокального опыта. И точка А у нас вот здесь. И начинается дорога длиною в жизнь. Поверьте, проще из Анжелики Варум сделать оперную певицу, чем оперную певицу научить петь, как Анжелика Варум. Итак, вывод, который мы сделаем, делаем из всего сказанного. Все эти отрезки из точки А в точку Б для каждого человека абсолютно уникальны. Потому что у всех у нас разные природные данные. Это никто не отрицает на входе. И у всех из нас разные задачи, которые мы ставим перед занятием вокалом. Не все хотят петь Анжелику Варум или Кристиану Агилеру или Уитни Хьюстон. Кому-то нравится Земфира, кому-то нравится Барбара Стрейзен. Кто-то хочет работать в мюзиклах. Там, соответственно, свои критерии к вокалу и так далее. Поэтому говорить о том, что научим с нуля за какой-то конкретный срок неограниченное, неопределенное число людей, по меньшей мере, безответственно. Потому что непонятно, во-первых, что такое ноль. Есть огромное количество примеров, когда люди, никогда не занимавшиеся вокалом, поют гораздо лучше профессионалов с высшим образованием и с приличным бэкграундом профессиональным. Поэтому что такое ноль непонятно, что такое научим петь непонятно, потому что сразу возникает вопрос, что петь, как петь, где петь и так далее. То есть невозможно говорить о каких-то конкретных сроках, способах и методиках без привязки к конкретному человеку, конкретным его природным данным и конкретным целям его творческой биографии. Субтитры создавал DimaTorzok